Замечательная биография и линейкальность нашего гостя сегодняшнего. На этой неделе у нас будет лишь встреча с Розой Исаакомой. Сегодняшняя встреча, мы договорились, что это будут вопросы и ответы. Следующая встреча, кулинизация песен, где Роза Исаакома расскажет о восприятии центрально-азиатскими государственными политиками России в Соединенных Штатах и Китая. И презентация по-русски здесь же. И в четверг, пожалуйста, когда вы ставите вопрос, задавьте себя и скажите, какая ваша специализация в институте, чем вы занимаетесь. И хорошая сакома, опять, на ваших вопросах. Адам. Адам. А, начинай. Да. Хорошо. Меня зовут Адам. Здесь занимаюсь неразпрофессорными оружиями. И вы работали, скажите, вы работали в Украине. А, да. Я работаю в Украине. Преподавателем чего? А, английского языка. А, английский. И вопрос о чём? Сейчас надо подумать. Сейчас нужно подумать о работе, коллега, что два дня вынули бы и не придумали. Хорошо? Пожалуйста, у кого изготовлены вопрос? Пожалуйста, да, да. Добрый пожаловат. Меня зовут Адам. И я учусь и изучаю преподавание иностранных языков. И я знаю, что один из ваших приоритетов образование в Кыргызстане. И я не хочу знать, если по-вашему, родовые люди в Кыргызстане думают, что образование так важно, как вы считаете? Спасибо за вопрос. Я хочу всех вас приветствовать. Спасибо за интерес к моей стороне и к этим лицам, которые будут в ближайшие три дня. Я счастлива видеть свою давнюю подругу Анну Васильеву. Мы, наверное, уже больше 20 лет дружим. И с Анной, с Биллом. И когда я работала послом в Кыргызстане, в Вашингтоне, тоже приезжала сюда. Я удивляюсь, как вы тут учите, здесь курорты, как можно сосредоточиться в таких условиях. Поздравляю, что вы занимаетесь серьезными делами. В части образования в Кыргызстане. Так случилось. Вот мы, став частью России, потом уже всего Советского Союза. В той большой стране приоритет образования был непререкаемым. И это стало частью политики и моей страны, и моего народа. Образование бы нас вынесло, просто резко вынесло. Я все время думаю о том, что если бы мы... У нас как-то история по-другому сложилась. Но вы же помните книгу Петра Хопкерка о большой игре в нашей части света. И, ну, представьте себе, рядом у нас живут киргизы тоже в Афганистане, киргизы в Китае. Конечно, киргизы в Китае сегодня судьба тоже такая мажорная. Я была в прошлом году в киргизской части Китая, у нас 180 тысяч киргизов живут в Китае. Ну, у них очень большой подъем экономики, очень много для них делается. Но когда мы стали, являлись частью СССР, у нас образование, вот это... Ну, мы, наверное, тогда были, может быть, не знаю, полтора миллиона, два миллиона было. Сегодня у нас в Кыргызстане это 5,7 миллиона населения. Из них этнических киргизов, ну, наверное, мы процентов 65-70 составляем. И вот образование у нас сделало совсем другой нации. Модернизация Кыргызстана или киргизов, она произошла в советское время, я бы так сказала. Я происхожу из семьи, где 8 детей. И я вторая в семье, и мы... Нас 4 человека, нет, 5 человек мы закончили в московские вузы, и 5 человек мы сделали кандидатские диссертации. И, вы знаете, если только в моей семье, таких очень много в Кыргызстане семей. Иначе говоря, вот образование было сильным приоритетом. Когда было СССР, у нас было 10 университетов. Сегодня, когда рыночная экономика пришла на смену той системе, сегодня 50 университетов. Конечно, большой вопрос о качестве этих университетов. Совсем это не означает, что хорошее качество, хотя есть хорошие университеты. Но образование остается высоким приоритетом. Мы закончили СССР 98-99% грамотности. Вы сегодня найдете Кыргызстан, ну, может быть, 95-96%. Мы находим, что порядка 60 тысяч детей не ходят в школы. Это нас очень беспокоит. Эти дети вынуждены помогать своим семьям. Они остались без присмотра. У нас очень большое мигрантское население за рубежами Кыргызстана. Это большая для нас озабоченность. Но образование, оно доступно, оно есть. Девушки более образованы, чем парни, как в любой другой стране. У нас 11 классов школьное образование. У нас университеты переходят медленно к баллонской системе. Я в своем фоне занимаюсь дошкольным образованием. У нас неважное положение дел с дошкольным образованием. Всего 5% детей ходят в детские садики. Но, правда, детские садики в советском смысле. Это значит с 8 утра до 6 вечера. Мы не думаем, что должны быть детские сады, как тогда. Достаточно, чтобы было 2-3 часа. И качество определяет. Не количество пребывания детей в детских садиках для того, чтобы навыки и знания получить для подготовки к школе. Я вот занимаюсь тем, что сейчас наука утвердела, что это очень продуктивный возраст до 7 лет. И надо нам обязательно фундамент образования закладывать в детстве. Вот, собственно, наверное, я много сказала, не знаю, но постарался ответить на ваш вопрос. Можно еще один вопрос? С таким высоким образованием, почему столько киргизов хотят эмигрировать? Потому что нет такой работы, которая отвечала бы их потребностям, их довольно завышенным потребностям. Мир глобализован, в Бишкеке все каналы Есены, Леврониусы, все что угодно. И если вы живете по таким стандартам, то наши ребята, которые закончили Американский университет в Центральной Азии, вы знаете, у нас американское правительство, в Соросфонда, они открыли такой университет, где учатся студенты не только из Кыргызстана, но и из Туркменистана, из Афганистана, из Кореи, из Китая, отовсюду. И в этом университете, допустим, я возьму Киргизско-Славянский университет, в котором тоже люди все хотят уехать в Россию, как минимум работать. Вот я так думаю, что, к сожалению, нет такой работы. У нас те ребята, которые закончили Московский университет, там, допустим, биологический факультет, они работают вплоть до ваших, Аль-Великов здесь, значит, занимаются на самом высоком уровне наукой, то есть образовательный уровень высокий, но он дает сегодня, не дает вклада в страну. Все эти ребята заканчивают и уезжают, уезжают, чтобы поработать. Вы не можете молодого человека сегодня остановить, он хочет, он говорит, я хочу получить опыт зарубежом. Вся страна меняется, переходит на рыночную экономику. Я в этой стране не могу получить такой опыт. И он уезжает. Он хочет зарабатывать не меньше тысяч долларов. К сожалению, очень много наших девушек, которые закончили университеты, вы найдете в Москве, в пятизвездочных гостиницах, они, вот, в гостинице, в которой я живу, здесь много из Латинской Америки, тех, кто работает. Ну, киргизы, очень много работают в Москве, молодые девушки со знанием иностранных языков. Я сожалею, но сегодня это факт. Спасибо. Том. Здравствуйте, меня зовут Том Грей. Я жил два раза в России в Иркутске и работал офицером в американском флоте. Сейчас я занимаюсь нейроспространением и отменю в Абруиде здесь. Мой вопрос. Конечно, условия в Кыргызстане еще не идеальные, но, по-моему, это очевидно, что по сравнению с другими странами в Средней Азии, что Кыргызстану удалось передать власть без проблем, когда другими странами не удалось. Что такая разница с вашей? Ну, хороший вопрос, Том. Мы сами думаем, что мы за такие люди, потому что очень часто, знаете, особенно когда интерпретируют и читают наши революции пятого и десятого года, мы все думаем, что за сумасшедшие люди постоянно делают революции, постоянно им не сидится, постоянно хотят менять условия своей жизни, власти и так далее. Мы заплатили высокую цену за эти все политические изменения тоже. Вы знаете, у нас были человеческие жертвы и так далее. Но, конечно, когда мы в Центральной Азии, вот мы пять республик, но где-то мы сейчас, наверное, за 55 миллионов все вместе выходим, но этот регион богат им всеми ресурсами и так далее. И нас очень внимательно изучают, спрашивают. Мы разные в этом регионе. Кыргызы горные люди с намадическим прошлым, казахстанцы, они тоже с намадическим прошлым, ну, степные люди, в соответствии с ее географией. Узбеки, таджики, они оседлые, туркмены тоже намады, по большому счету. Но вот мы все оказались разные. Вот это... Я вообще отношу, думая о своей стране, знаю ее историческое прошлое, отношу это и к среде обитания, к нашей истории. В общем-то, очень прямые люди, открытые люди. Мы ничего не держим. Ну, русские тоже открытые люди, правда? Все прямо в лицо тебе говорят, да, вот, что они думают. Но мы вот отличаемся от России, тоже географии. Мы как-то, видите, на площади 200 тысяч квадратных километров, это небольшая площадь, но мы не живем на такой, всей огромной площади. Мы живем в долинах, среди гор. И вот сейчас Пешкек, это около миллиона населения, довольно высокая, значит, плотность, большой город стал. У нас, мне представляется, вот мы не могли сдержать и стерпеть вот такое вот насилие власти, когда нам... Это вообще пошло еще с перестройки, с гласности. Уже тогда все вот эти вот, значит, идеи демократии, идеи перемен были заложены в стране. И мы это приняли вот от чистого сердца. Мы это несем по сегодняшний день. Все, кто стоят сегодня во главе всех перемен, это мы люди, которые еще в 90-е годы сказали, хватит, нам нужны перемены. И мы все это несем, на нас не повлияли, например, великие идеи каких-то авторитарных преобразователей в мире, которые сказали, нужен порядок, нужна, так сказать, железная дисциплина, и демократия надо подождать, допустим. Мы сказали, извините, мы должны действительно раскрепостить каждого в ключе. Вот я читала летом этого года книгу Y-Nation Spear, вот Асима Глу и так далее. Я поняла, боже мой, мы сделали все возможное. Мы поставили механизм инклюзивной политики, в отличие от экстрактов полиси, да. Но теперь надо терпеть, теперь надо просто эксерсайзинг делать, надо дальше, дальше это делать. Также, например, мне недавно один поляк говорит, слушайте, ну все время открылся на такие новости в Европе, все время такая нестабильность и еще говорят о третьей революции. Я говорю, слушайте, а вы вспомните про Польшу 90-х до 2000-х годов? Да там так трясло, что мы вообще думали, там когда-нибудь будете ехать или нет в Польшу? Все время, все время такое огромное, так сказать, какие-то споры, пыль до потолка и так далее. Все это было. Но видите, вот эти правила, которые якобы распространяются, ну я надеюсь, что это так, ну хотя бы вот три раза пережить, чтобы у нас была смена парламента и президента, ну мы тоже может станем вот такой же удачной страной, как Польша, понимаете? Потому что мы поставили этот механизм, потому что мы разбудили энергию каждого человека. и я так считаю, что многонациональный характер нашего, нашей страны, он только в позитиве. Таджикистан менее многонациональный, ну узбекистан может быть многонациональный, но с большим преобладанием узбекского языка, узбекской культуры и так далее. У нас, при том, что есть растущий национализм, он есть, но при всем, при этом, все другие этнические группы имеют свое место, имеют свой голос. Я думаю, что это позитив в моей стране. Я думаю, что у нас сильные политики оказались, какая-то концентрация этих людей, которые хотели таких изменений, которые во всем мире происходят. Но, знаете, я уже не хочу говорить, что мы были предвестниками или буревестниками арабской весны. Совсем нет. Хотя однажды Путин так и сказал, что арабская весна начиналась из Кыргызстана. Но мы сумели перейти это все, сумели преобразовать свою страну. И наша страна, мне представляется, по своим потенциалу, опять же, образованная страна. То же самое говорят таджики, мы тоже, говорят, очень образованные. Но у них вот этот перелом произошел, гражданская война, которая отучила их от всяких перемен и изменений. В моей стране женщины имеют очень высокий потенциал и место в обществе. Это тоже сыграло свою роль. Я думаю, что в моей стране вот нет вот этой очень жесткой иерархии в возрастном, в каком-то таком традиционном расслоении общества. Вот у женщины свое место, старики выше всех, они, вот их слово, это последнее слово в обществе и так далее. Вот, пожалуй, вот эта сумма всех этих факторов, она условила вот эти все перемены, что мы, ну вот, мы стали локомотивом перемен. Миша Саакашвили всегда, когда со мной встречается, он говорит, Росаквилина, почему вам еще не дали Нобеля? Я говорю, слушай, перестань, давай, что ты говоришь вообще, почему ты так говоришь? То есть, я это просто шучу, я совсем не плане, там, я это рассказала, потому что он считает, что им это не удалось сделать. Он считает, что, да, у них была розовая революция, да, были очевидны успехи, но вот они сейчас только, вот, когда Саакашвили уйдет из власти, у них будет наступать перемена, вот эта парламентская демократия. Мы после Мордовы, мы первая страна, которая на всем пространстве СНГ оставили парламентскую демократию. И сколько бы нас не говорили, боже мой, когда пятый год был, когда десятый год был, какая только на нас не велась пропаганда, как только нас не душили, что только нас не говорили, вы знаете, просто атаковали, ну что такое российское телевидение и так далее, то просто все вот тебя могут вот так сравнять и так далее. И при всем симпатии народа все равно, все грезят о Советском Союзе, о своей жизни, о прошлом и так далее. И тем не менее, понимаете, мы сегодня, в общем-то, уже у нас народ не хочет жить в прошлом, он не хочет жить в авторитарном государстве, он очень такой движущийся вперед. У нас телевидение и радио, если вы послушаете, у нас все открытые каналы, вы можете позвонить, если вот эти лоты такие открытые окошки и сказать все, что вы думаете о власти, о человеке, о президенте и так далее. Поэтому я считаю, что мы уже в общем-то необратимых перемен добились. Сегодня никто не хочет, чтобы опять наступила президентская власть, кто-то сидел, диктовал, как нам жить, что нам делать. Все. Молодежь, если вы послушаете, боже мой, молодежь, все. И понимаете, вот они все думают, они у нас вот это, ну наша, конечно, бедность, наше положение бедственно-экономическое заставило многих ехать из страны. Но они посмотрели, пожили в других странах, они вернулись и говорят, слушайте, мы уже не можем жить как в прошлом. Мы должны идти только вперед. Вот это нас всех обнадежит. Я такие думки ответы даю. Хорошо, Кристиан. Спасибо, меня зовут Кристиан. Я на попутешествие изучения не распространения терроризма. Мой вопрос относится к тому, каково была жизнь многодетной семье, на любви Кирпичской Социалистической Республики. Как сравнивается с сегодняшней жизнью в стране? И почему вы с своими сестрами у вас был один брат, да? Могу. И есть один брат. Есть один брат. Что как-то движущая сила, которая действовала так, чтобы вы так далеко дошли в жизни? Ну, насчет многодетных семей у нас практически каждая киевистская и узбекская семья многодетная. Ну, такие традиции, знаете, это исламские, может быть, мужеманские, точнее, традиции, азиатские традиции. Потом традиции, чтобы обязательно был мальчик, вот у нас семь девочек ждали, когда будет мальчик. То есть вот эта вся сумма всех этих вещей она дает многодетность. Конечно, теперь меньше многодетности из-за экономической тоже ситуации, в городах особенно меньше. Я важна вам сказать, что страна проживает тоже очень такой сложный период, который вы все на Западе проходили столетиями, урбанизацию мы проходим, понимаете? Вот я разговаривала когда-то, ну, уже лет 5-6 с премьер-мистром Махатхиром, и он мне сказал, и у него это в книгах расписано, я как раз читала книги и спрашивала его, но обязательно каждая страна, каждая нация проходит урбанизацию. Ну, вот у вас что, 5-6-7 процентов занимает сельским хозяйством, правильно, США, и то это только фермеры, а вообще люди уже все это, они не занимаются, значит, просто так, крестьян нету таких, так в Европе тоже, в каждой буквально стране. У нас мы сегодня, ну, когда СССР распался, у нас было 70% сельского населения, ну, сейчас, может быть, 60%, то есть не так много изменилось, но очень много людей из сельской местности, из Кыргызстана уехали в Россию, живут от Москвы до Камчатки, вот так вот, очень много, и это их опыт урбанизации, они первый раз видят города, иначе они бы жили бы вот так в разных частях, в городах у нас и так далее. Сельская семья на юге страны, особенно юг, конечно, у него были в общем-то худшие условия, чем на севере страны. Север страны были более индустриализованы, и было все эти заводы, особенно оборонного такого порядка, их было немало у нас в Тарстане, и на юге республики это сельскохозяйственный труд, все, значит, крестьяне, ну, в общем, знаете, уровень жизни всегда было сложнее намного на юге, плотность населения высокая, Ферганская долина один из самых сложных участков сейчас, не только там в Евразии, но, может быть, на более широких просторах, и Ферганская долина один из таких источников, угроз для, не только для нас, но, например, для России, через нас идет поток наркотиков из Афганистана через Верганскую долину, и людям, понимаете, перевезти какие-нибудь наркотики, это стоит намного меньше, чем он будет влачить какую-то тяжелую жизнь на полях, и вот и смотрите, какие контрасты в жизни получаются, я полагаю, что вот такая жизнь семьи, при всем при этом, кстати, с образованием всегда было, школа, качество ее невысокое, наверняка, я бы сказала, у нас 10, 11 классов в Киргизской школе, 11 классов в Калифорнии или в Москве, это очень разные вещи, но мы школу заканчивали, обязательное 100% на охват образованием, пытались тоже в ВУЗы, узбеки, те, кто всегда хотел, мыслил, например, в такой интеллектуальной деятельности, они уезжали раньше в Узбекистан, сейчас узбеки не уезжают в Узбекистан, узбеки в Кыргызстане предпочитают все-таки оставаться и жить в Кыргызстане, конечно, такая ситуация была абсолютная до вот 10-го года, 2010-го года, сейчас я вам 100% не могу за это положиться, но люди очень хорошо, лучше нас разбираются в политической ситуации, они не хотят туда ехать, жить в авторитарном режиме, где нет рынка, где нет свободы слова, вообще свободы каких-то деятельностей общественной и так далее, они предпочитали жить в Кыргызстане, я имею в виду узбеков. Значит, в моей семье 8 детей, мы все, еще раз хочу повториться, выучились, мы обязаны своим родителям, в первую очередь, системе, которая нас выучила. Знаете, вот мой отец был членом Верховного Суда Кыргызстана, но это не так, как в США, членом Кыргызстана, здесь абсолютную силу люди имеют, правильно, но пожизненно они, значит, избранные и так далее. В советской системе это, конечно, совсем, так сказать, такое незначительное это имело место, но тем не менее, вот имея 8 детей, довольно будучи средним, я бы сказала, вот таким работником, вот он сумел нам дать образование, нам стипендии давала тогда страна, мы до сих пор все в силу образования поднялись, девочки всегда в Кыргызстане имеют, опять же, хочу повториться такую, ведущую позицию, когда я была президентом, я, конечно, воспользовалась своим положением и подняла много женщин, я думаю, что я не знаю, когда еще женщина будет президент в Центральной Азии, дай бог, что бы все-таки это случилось, например, сегодня в Таджикистане, вот будут в октябре выборы президентские, у них в оппозиции, значит, оппозиционным кандидатом избрали женщину, я полагаю, что по ряду причин, если изберут мужчину, то что-нибудь с ним сделают, убьют, будут жестко преследовать, спасать, и так далее, а вроде как женщине, понимаете, вот так вот, и потом у нее явно, конечно же, никакое не криминальное прошлое, у нее такое софт-прошлое, в плане того, что ни в чем она плохом не была замешана, и так далее, ну такой кандидат, слушайте, трудно придраться, вот такой вот, да, и в то же время это мужество, потому что вот женщины только могут подняться и сказать, да, я вот за светлое будущее своих детей, своего народа, потому что вот, знаете, в наших странах, как и в ваших, делать политику, это значит, надо много денег иметь, много, уметь собрать эти деньги, деньги, они все, к сожалению, не прозрачные, не чистые, эти деньги в, особенно в наших краях, поэтому обязательно вот у тебя руки испачкаются каким-то образом, поэтому вот я полагаю, что женщины в наших странах, они сегодня на передовой играют решающую роль, я подняла на должности генерального прокурора в Казахстане женщину, это не просто я роща компера, например, как мои коллеги делают в Узбекистане, в Казахстане, в Туркменистане, нет, это не только моя кандидатура, она прошла через парламент, утверждение парламента получила, председатель Верховного Суда я тоже подняла женщину, она тоже, ее избрали в самом Верховном Суде, председателем Национального банка я тоже выгинула женщину, ее тоже парламент утвердил, сейчас нынешний президент он поднял женщину на председателя счетной палаты, она тоже прошла парламент, то есть вот знаете, в моей стране все контрольные функции заняты женщинами, все вот, значит, только президент стал мужчиной, и вот мы так думаем, что мы сумеем страну как-то более, что ли, в таком чисто в режиме вести нынче, это связано с тем, что, да, история нам дала возможность быть всегда рядом с мужчиной, жизнь ломадов очень тяжелая, это вам не просто вот сидеть дома и рожать детей, нет, это быть все время кочевать из одного места в другое, это холод, это, знаете, когда вы на джайлю, это вот эти пасчусы, то в течение дня будет и снег там, и дождь будет, и солнце, все будет, и вы живете в походных условиях все время в палатке или в юрте, это вам совсем не комфорт города Монтарея, поэтому я полагаю, что вот женщины, они привыкли к такой сложной жизни, и будем сходить, что в Крымстане женщины в самом деле видели. Меня зовут Арбан Зиян, я тоже включаю в Крымстане, и в Крымстане, я хотел спросить про Таможенный Союз, и если впереди станет член этого Союза, если это поможет экономическое развитие для женщин. Союз, я вот, вы знаете, лично я вижу определенные преимущества, серьезные преимущества Таможенного Союза. Вот до сих пор ни Европа, ни Америка не инвестируют в Крымстане, серьезно инвестируют. Все поддерживают развитие демократии, все оказывают какую-то вот техническую помощь, там, гуманитарную помощь, но инвестиций нет. Наш прямой инвестор и союзник Россия рядом, стратегический партнер. Мы должны жить здесь вместе, понимаете, а как вот с демократией мы впереди всех в СНГ, но она не кормит людей, понимаете, вот нам нужно обязательно все равно выживать, потому что люди говорят, слушайте, если это демократия вот сплошные вот эти собрания, сплошной такой чертополох, то извините, такие тоже мы слышим разговоры, поэтому таможенный союз для нас важен, у нас есть другой сосед в Китае, с которым наше членство в ВТО помогло все эти годы, мы были первые вообще члены ВТО из всех стран СНГ, и мы стали такой транзитной страной всех товаров из Китая, но таможенный союз для нас открывает перспективы свободного передвижения рабочей силы, денег, значит, услуг, то есть нам бы хотелось, у нас мы страна, к сожалению, с большим таким мигрантским, мигрантской компонентой, люди имеют большие сложности при переходе границ, и я бы, конечно, не хотела, чтобы люди дальше испытывали вот эти все проблемы, которые они сегодня испытывают при переходе с Казахстаном и с Россией, пусть они живут в одном пространстве, но все-таки я считаю, что как многие страны Центральной Восточной Европы вступают в Европейский Союз, и Европейский Союз, имея Румынию, Болгарию, она много вкладывает, платит за это, я считаю, что Таможенный Союз тоже нам должен много вложить в нас, много должен заплатить за наше тоже членство, вот это будет справедливо. Чиска. А мой вопрос тоже о Таможен Союзе. Да, он не окей, еще утром. Слышал, слышала, что китайский президент сегодня посетил в Центральную Азию в прошлом июлях, и хотела узнать, какая роль играет Китай в Центральной Азии. Ну, это интересный вопрос, вы знаете, вообще, я думаю, для вас тоже интересно было бы посмотреть соотношение Китая, вообще, рост Китая во внешней политике, во влиянии на окружающие страны. Мне кажется, это серьезный вопрос для внешней политики и Соединенных Станов Америки тоже. Вот 55 миллионов, может быть, 60 уже ближе, Центральная Азия, Китай для нас сегодня играет ведущего, надо сказать. Да, мы исторически, культурно, традициями, политически, очень связана в бывшем СНГ. Но Китай, вот уже с новым руководством сейчас, с последним визитом в Центральную Азию, он сделал, ну, в общем-то, серьезную заявку, это даже мало сказать, она серьезная. Это какой-то новый этап отношений. Все вот эти обещания, они вот, как правило, выполняются. у Китая есть большой резервуар денег, мы все знаем это. Китай заинтересован в развитии этой инфраструктуры, в которую она вкладывает. Мы хотим развитие этой инфраструктуры, мы хотим, чтобы железные дороги прошли, мы хотим улучшить наши дороги транспортные, мы хотим, чтобы газ пошел, или нефть пошла, или гидроэнергетический потенциал наш, мы продавали в Китае. У них, например, они очень Сен-За-Ненбургский автономный регион сильно развивают тоже, там тоже большие, кстати, богатства есть, ресурсов, но тем не менее они в это, значит, вкладывают, в нас вкладывают. Так вот, я хочу вам сказать, что сегодня нету ни у кого денег, вот знаете, вот сейчас мой президент находится в Европейском Союзе с визитом, он там встречался со всеми, я тоже где-то года три назад со всеми буквально, все меня приняли, все было замечательно, и тогда я ставила вопрос перед Бороза 30 миллионов для поддержки бюджета Европейского Союза. Ну, у них решения очень трудно принимаются, надо, чтобы все парламенты утвердили страны Европейского Союза, надо, чтобы все там, очень много процедур бюрократичной, вот прошло три года, Бороза сейчас в поездке он сказал, 13 миллионов там, грантам, остальные кредитам, ну, слушайте, мы 30 миллионов три года просим, два президента должны поехать в Европейский Союз и получить вот, каким-то образом, вот эти вот деньги, да, они нам нужны для поддержки, но Китай нам сейчас три миллиарда просто чеком выписал, сказал, вот это будет, вот мы хотим, чтобы дорога прошла, мы хотим, чтобы, значит, для вас вот это на исправление, на реабилитацию теплоэлектроцентральной города Бишкека, который стал одним миллионом населения и так далее, но нам никто не дает таких денег, понимаете, никто не дает, я, например, считаю, что Соединенные Штаты Америки, которые использовали нашу базу на нас, они тоже не вложили столько, сколько мы хотели бы, они использовали нашу взлетную полосу очень интенсивную сегодняшнюю, но построить вторую взлетную полосу, чтобы не было там каких-то несчастных случаев, они не сделали, то есть я считаю, что Россия тоже вот, она обещает нам поднять гидроэлектростанцию там в нашей стране, ну, там о небольших деньгах идет речь, там очень желанное, там вообще удивительно, уникальные такие, значит, стоп реки и скалы обступают, там просто просится гидроэлектростанция, но пока вот очень все это медленно идет, то есть я считаю, что для нас нам тоже надо жить, нам нужны инвестиции, нам нужно развитие вот такое вот, и пока это дает только Китай, в части внешней политики Китай очень корректен, достаточно деликатен в Центральной Азии, у нас много сложных событий происходит, никогда не вмешивайтесь в Китай в наши внутренние дела, я должна это отметить, мы не вмешиваемся в их внутренние дела, мы держим такую очень взаимно политику не вмешательства во внутренние дела, боремся против трех зол, которые принципиально для Китая, для всей Шанхайской организации сотрудничества, поэтому я полагаю, что в общем-то роль Китая будет только возрастать. Добрый день, я Лучеря Микаттан и я в этом занимаюсь сезон. Мой вопрос о организации СНГ, сейчас я знаю, что 9 стран в этом организации, и как вы относитесь от друг друга, и какой ролл Китая играет? СНГ, вы имеете в этом? СНГ. Ну, эти разные были оценки данные, что такое СНГ, это, значит, он такой роли пока играет, вот, это очень цивилизованная форма сожития всех стран, бывшего Советского Союза, когда мы, значит, были всегда вместе, одним организмом, и не так, что вот так, вот, как распались и разбежались в разные стороны. Например, знаете, мы, у нас в СНГ нету Грузии, а мы очень скучаем по Грузии, я, очень скучаю, вот знаете, я даже, не знаю, где с Грузиной встретиться, вот, только в ОБСЕ, больше нигде, а это наши братья, я вообще там, вот тоже поработала в Грузии, в миссии ООН по решению грузинско-атвказского конфликта, и очень, Украины тоже нет, мы тоже по ним очень скучаем, у нас, вот знаете, например, мы, Киркесия, у нас нету больше контактов с Украиной, Украина ушла в Европу куда-то, вот они все там, у них все дела там решаются, они все прямо вот лезут в Европу, их туда не пускают, они все там, вот, значит, и так, да, вот, Молдова тоже, у нас тоже, вот, собственно, Молдова, хотя, помню, есть в СНГ, да, вот так вот, бывают какие-то совещания с СНГ, где они все вдруг приезжают, и тогда мы вот все обнимаемся, мы же братья, понимаете, мы все вот очень, там, тепло относимся друг к другу, у нас родственники, знаете, у нас живут, тоже украинская диаспора довольно большая в Казахстане, и мы все там уже начинаем, то есть, нас связывает очень много связи вот такие вот, даже в игры, там, они говорят, мы в Кипчаке в прошлом, мы с вами братья, и так далее, но у нас с ними нету таких связи, как вот с молдаванами или с украинцами, то есть, понимаете, это такой союз, который нам еще нужен, спасибо России, она платит еще, за то, что мы собирались, там, все-таки основную нож они несут, и вот у нас есть такая организация, гуманитарное сотрудничество страны СНГ, русский язык держится, слушайте, вот у нас такой национализм тоже, в каждой стране новый, зарождающийся, все бьют себя в грудь и говорят, мы киргизы, мы здесь хозяева, мы должны, у нас обязательно надо говорить на киргизском языке, парламент, правительство, все сейчас говорят на киргизском, то есть, если вы не говорите на этом языке, вы вообще в политике уже никто, понимаете, вы не участвуете в политике, маргинализируетесь, но извините, эти киргизы не учат английский язык, к сожалению, плохо знают, establishment у нас не такой прямо, вот в Казахстане больше знают английский, у них много вложили они в образование своих молодых людей, у нас, я должна признаться, что меньше знают английского, но тогда один хотя бы язык должен быть, вот русский, через который мы будем с миром общаться, и когда у нас приходят, я недавно выступала и я подвергала этой критике, я сказала, слушайте, господа, ну давайте хотя бы один язык знать, если приедут украинцы, молдаване, на каком языке вы будете с ними разговаривать, забудьте про английский, ну он вам не дается, вам у нас не получается, ну тогда надо знать русский язык, поэтому, понимаете, вот когда говорят, что кто-то там нам навязывает, или кто-то вообще что-то диктует, да, у нас вот это опять же мигрантская часть Киргизстана, они все едут в Россию, вы знаете, в России жесткий отбор, говоришь на русском языке, получаешь работу, не говоришь, не получаешь, узбеки, таджики в худшем положении находятся в России, чем киргизы, потому что киргизы говорят на русском языке, и поэтому люди сейчас, большой спрос в Киргизстане тоже опять рождается на русский язык, английский язык у нас есть, у нас, знаете, мы 20 лет держим волонтеров Корпуса мира, их выгнали в других странах, вы знаете, там, Узбекистан, там, или, в общем, ну, какие-то демонстративные были, Демаши, и так далее, в России вполне нету больше Корпуса мира, у нас есть, и мы очень рады сотрудничеству с ними, они всегда работают у нас, в самых дальних селах живут и работают, и так далее, у нас, по-моему, порядка 100 человек ежегодно, где-то около 100 человек, и мы не собираемся порвать с ними, но это мало, понимаете, вот, чтобы поднять русский, вернее, английский язык, это мало, это такое, знаете, вот, капельное, так сказать, вкрапление, что называется, поэтому, я вам скажу, СНГ, это форма нашей жизни, сотрудничества, экономически не так много, надо прямо сказать, ух, могли бы больше получать, но, это такая форма сотрудничества, где мы можем все встретиться, обговорить многие проблемы, транспортные, значит, энергетические, экономические в целом, гуманитарные, политические, политические не получается, общих позиций очень часто не получается, все в разные стороны смотрят сегодня, поэтому, по-моему, и все, кто, так сказать, хотят от СНГ единства по каким-то взглядам, они уже с этим согласились, что там не получается, СНГ 9 стран, мы сказали, Азербайджана нету, Грузии нету, Украины нету, правильно, да? все остальные наностранные места. Хорошо. Еще раз меня за кадром. Я хотел бы вам спросить, как там люди думают, какой-то Мельпутин, это хороший Мельпутин? В Крымстане вы имеете? Да, в Крымстане. В Крымстане? В Крымстане, да. Очень по-разному думают, вот знаете, например, есть наши там неправительственные организации, которые плохо думают о них. Они говорят, слушайте, что это за гонение неправительственных организаций? У них контрпарты, например, у нас есть, мемориалы, допустим, да? Вот мне тоже он написал, Пономарев, он сейчас приезжал в Крымстан, он делает очень такие капитальные описания событий 2010 года нашего конфликта узбекско-хармазского, да? И вот они тоже подвергаются гонениям, да? Например, у них есть хорошие контрпарты в Крымстане. Например, Институт стратегических исследований, вот вы знаете, вот Немировская, да, Елена? У нас многие учились в этом институте тоже. Мы считаем, что это блестящий такой вот институт, который дал очень много для пробуждения гражданского сознания не только в России, но и в странах СНГ. Их тоже гоняют, ну, так сказать. И у нас наш неправедственный сектор относится к этому весьма отрицательно, например. Наши партии тоже, знаете, по-разному относятся. Очень конъюнктурно, когда выборы наступают, они даже ездят в Москву, встречаются с политиками для того, чтобы сказать, что вот они с Россией много идут. Россия на нас очень большое влияние имеет, на электорат очень большое, потому что мы экономически зависим во многом от России. у нас вот эти вот мигранты, которые в сезон до 700 тысяч доходят, уезжают туда работать. Это большая вообще сила, именно в фертильном таком возрасте. Они влияют тоже на своих родственников назад и так далее. Поэтому я вам скажу, что, конечно, это политическая такой прослойка. Народ в целом положительно относится. Они считают сильные. Они, как я раньше сказала, они не хотят больше жить в авторитарном государстве, совсем не хотят. Но считают, что он успешно модернизировал Россию, поднимает ее. И мы не живем там, мы не знаем, мы не чувствуем кожи, что он делает там с русским народом или как он относится и так далее. У нас вообще, например, оппозиционный голос России. В Киргизстане вы только можете услышать эхо Москвы радио. больше нигде вы не услышите. Я думаю, не в Узбекистане или в Таджикистане вы это не услышите. У нас, значит, это мы слышим, мы читаем. Но в целом у нас вот такое абсолютное масса отношения такое позитивное. Наш президент сейчас взял такой курс такого близкого сотрудничества и работы с российской властью и с Путином в первую очередь. Поэтому, по-моему, надо сказать, что у нас в целом позитивный такой вот. Вот только что шанхайский организат сотрудничества у нас заседала, все страны, члены шанхайской организации сотрудничества приняли позицию близкую или почти единодушие по вопросам семьи, например. То есть вот такая позиция. Ну, я просто, поскольку вот Путин сейчас курс у нас по Путину и я. Один маленький вопрос. Поскольку Роза Исааковна встречались с Путиным, общались с Путиным лично, просто мне хотелось, что студенты узнали лично. больше никто не встречался и не общался. Пока. Вот. Пока. Значит, буквально, если вы дали свои комментарии, потом мы давайте сделаем перерыв и, может быть, я вижу, что у Сары есть фотоаппарат, может быть, мы для нашего веб-сайта пофотографируемся, да? И потом мы вернемся сюда и я знаю, что у вас еще есть вопросы, тогда продолжим. У меня есть вопрос по поводу Путина. Окей, ну, коротенькие. Пожалуйста, значит, ваши личные впечатления или вы хотите задать отдельно после перерыва или? Лучше в мире. Я изучаю международные торговые и инвестиции здесь. Ну, давно, когда я учился в Аризоне, в инвестиции, там, я делал исследование по поводу в эволюции в Киргизии. и я знаю, омолизии, я не ошибаюсь, впервые мировой лидер, который вам позвонил после революции, был Владимир Владимирович Путин. Это правда или нет? Нет. Путин, во-первых, когда был премьер-министром. Да, я знаю. То, он не первый после революции. Десятого года? Да. Десятого года? 2010-го? У нас был очень интересный разговор вчера, потому что Билл встречался с Банки Муном, когда Банки Мун, генсек ООН, очень близкие отношения с Розой Исааковной, и Банки Мун сказал Биллу, что революция случилась сразу после его приезда. Сразу после его отъезда. Или отъезда. Сразу после его отъезда. И что он играл такую ключевую роль. И сразу это у Розы Исааковны это так? А Банки Му я его не поняла вчера. Слушай, это точно в каком смысле? Он просто приехал к нам с визитом к Банки Муном, он, по-моему, в Басе центральной Азии ездил. Я была членом парламента и лидером оппозиции в фракции социал-демократической. И когда он приехал, у нас не было гарантии, что у нас будет встреча с ним. Ну, потому что у нас такая партия, Абджул, это как Единая Россия сегодня в Государственной Думе, все занимает пространство, и дышать не дает, значит, и микрофон не дает. И вот я думала, что не будет нашей встречи. Все-таки они дали эту встречу. И когда мы все члены парламента, ну, лидеры фракции, в основном это партия руководящая сидела, и дали слово мне тоже. Ну, я разгромила, вообще, сказалось, Турция революционная. Просто вот ситуация невыносимая. Ну, в самом деле, слушайте, Бакир, значит, он не только убил своего руководителя аппарата, он сжег его, да? Он, значит, убивал журналистов, ну, что только не делал. Сын его просто, который не имел никакой позиции, фактически он руководил правительством всей страны. То есть, да, абсолютно все находило. Ситуация была взрывная. И у меня был шанс это все рассказать ему. этот, как его, был заместитель по политическим вопросам, Депаско, да, помогла американец, да? Значит, он тоже был там, я его, как-то помню по-прежнему его позиции в госте или где-то, и он тоже очень, они все были напряжены вот это все слушали. И он, конечно, это все слушал, он вообще понял, что здесь очень острая ситуация, настроена и так далее. и в самом деле значит, он уехал. Это было 4-го что-то апреля, 3-го апреля. И у нас вот седло апреля это случилось. после перерыва розы я могу сказать, да, Путин не тванил, да? Нет, у меня был с Путином знаете, какой разговор? Вообще события были очень такие драматические, как вы знаете. и у меня был разговор с Путиным. Я, вот смотрите, у нас 10-го случились события в Аше, когда вот вспыхнул конфликт между киргизами и узбеками. И вот это с 10-го на 11-е вновь что-то случилось. И вот в час ночи уже были все в офисе и мне надо было уже, я давала команды, чтобы в самолеты грузили там и людей, нужные вещи для того, чтобы они все летели в Ош в это время. У нас дорога очень длинная знаете, между городом Ош и между Бишкеком. И вот 11-е целый день значит день разворачивается. Но мы думали, что мы разнимем у нас войска там все мы вроде дислоцировали, но не получается. И тут бои все. Друг друга убивают, режут и так далее. Я 12-го стала уже 12-го разговаривала с Каримовым. И мы с ним договорились по ряду действий. Он конечно сдержал слово, жестко держал границу между Харстаном и Узбекистаном. В силу чего конфликт не приобрел межгосударственный характер. Он остался внутри Харстана. А потом значит мы с ним договорились, что будем принимать дальше меры. Я после этого я вижу, что мы не справляемся с ситуацией. И я позвонила, ну мы временное правительство, решаемся вместе. Вот от имени временного правительства стала искать российское руководство. Не ОДКБ, а российское руководство. 12 июня национальный праздник России. Не могу никого найти, абсолютно. Все занимаются праздничным мероприятием. Медведев ищу президента, его нету на праздничных мероприятиях, разговариваю с Нарышкиным, руководителем администрации президента. Он обещает мне найти Медведева. Ну в общем катастрофа у нас. У нас очень ситуация была горячая. Короче я первый раз я поговорила с Медведевым все-таки. Он это все услышал, сказал хорошо, будем думать. Я обратилась за тем, чтобы они нам дали войска, чтобы разнять ситуацию вот эту. Он сказал мы будем тогда это все рассматривать. Ну видимо все-таки там праздник шел не до этого. Но у нас такая уже гуманитарная тоже начиналась катастрофа и тогда я стала звонить Путину. Путин в течение дня тоже я его не нашла. Он мне ночью позвонил. А я уже три ночи не спала. Знаете, вот 10, 11, 12 ночью я просто не спала. Я приняла лекарство. Я вам должна признаться публично. рассказывала эту историю публично. Я приняла вот мне надо было просто расслабиться и заснуть. И когда он мне позвонил ночью, вы знаете, вот у меня язык не разворачивался. Он был связан абсолютно. Что-то я пыталась говорить, я не могла ничего говорить. Потом мы позже встречаемся с Путиным в Таджикистане. Он мне говорит, ну наверное вы приняли дозву. Он мне так говорит. Я говорю, просто. То есть я вот такой был случай с Путиным. А личные мои впечатления конечно понимаете вот я его в 2005 году видела. тогда я была министром иностранных дел. А в 2010 я значит я санкт-петербург я как глава временного правительства я была и президентом и премьером и спикером. есть мы всю власть взяли. И вот страна с 7 апреля по 25 июня она вообще висела у меня на шее. так вот. То есть я вообще ну мы все значит а потом с 25 июня когда референдум меня утвердил президентом опять я была все в одном лице вот до того как мы парламент не избрали 10 октября. То есть вот на протяжении полугода я была единственным легитимным лицом в Казахстане. Так случилось понимаете. Я вам скажу у меня есть тоже горечь какая-то вот мы члены ШОС мы члены СНГ нас никто не признавал нас ни в какие вот совещания не пускали сказали ну у вас там куда и там вообще кто вы такие и так далее. Конечно это было обидно откровенно говоря но когда я уже меня избрали через референдум все я стала вот таким публичным лицом от имени Казахстана легальным который ездил на все совещания. Вот я встретилась с Путиным в Санкт-Петербурге это был сбор Еврозес руководителей правительств потом в Тачкистане это был саммит ШОС премьер-министров мы встретились ну знаете он такой рациональный прагматичный очень конечно с национальной интереса России разумеется в первую очередь защищающий человек такое оставляет впечатление я ведь его не читаю там я сейчас не как политолог я просто вот эти свои впечатления рассказываю как мы сказали он такой у него сила убеждения аргументов ну это примерно то что вы видите когда он 3-4 часа дает интервью и он может на самом деле его спектр видения кругозор убежденности знания это все впечатляет и он такое уже оставляет в кругу премьер-министра впечатления ну такой маленький наполеончик ну отдохнем отдохнем ну давайте мы фотографируемся вот так если вы не угрожаете может быть мы всей группой не поместимся но с двумя может быть группой да на улице может быть на улице выходит на Кыргыстан забирает товары и завозит в Узбекистан Узбекистан нет границы с Китаем у нас тысячи километров границы у Казахстана есть граница с Китаем а у них нет границы Узбекистан сегодня ну 25 миллионов 27 миллионов точно они тоже у них демография высокая такая имеется ввиду рост населения у них вот этот народ он не имеет связи прямых с Китаем поэтому они вынуждены через Кыргызстан и через Таджикистан завозить к себе товары и вот вы знаете вот эти попытки пока не имели успеха на сегодняшний день и сегодня у нас границы закрыты остаются по всей Ферганской долине отношения напряженные особенно Узбекистан и Таджикистан очень сложные отношения у нас холодно-бежевые отношения мы вообще Узбекистан не трогаем стараемся вообще никаких проблем не создавать Узбекистан может каждый раз какую-нибудь сделать вылазку мы зависели от Узбекистана в плане газа очень сильно зависели сейчас мы развернулись в сторону России и компания Крымсгаз продана полностью Газпрому и мы надеемся что мы будем этой зимой будем с газом жить то есть мы не будем зависеть больше от Узбекистана мы решаем сейчас проблемы в обход Узбекистан точно так же как Таджикистан пытается решать в обход Узбекистан у нас водные проблемы очень сложные между нашими странами и поэтому понимаете вот эти попытки ну хорошие попытки но пока вот шоков пути не получается вот рваные вот такие пути понимаете отрезан ответ внутри то что это снаружи пытается вот такой план для региона а внутри есть какие-то перспектив чтобы может быть вот не такой же план а как-то стабилизировать вот ситуация которая сейчас поэтому экономический план ну знаете народ хочет в этом нет никаких сомнений у нас приграничная контрабандная торговля она идет она идет и вы не можете людей остановить значит узбеки они у них очень много фруктов овощей если бы они поступали к нам это было бы здорово не получается значит это все на руках переносит здесь продает точно так же как оттуда оттуда к нам идут пестициды оттуда идут тоже голючие разные и так далее точно так же как от нас вот эти все китайские товары завозятся туда народ да хочет ему надо жить и это только кормит народ у нас есть рынок такой карасуйский рынок в городе уж это вообще житница для узбекистских очень многих людей они оттуда перевозили товары не знаю сколько это сотни тысяч людей к этим образом кормить но правительство не разрешает к сожалению там режим в Узбекистане такой который контролируется жестко контролируется но мы по-моему еще так закрываем глаза на все это на всю эту контрабанду народ должен жить меня зовут Сара я изучаю нераспромение и терроризм я хотела бы узнать ваше мнение по ролу религии в оформлении национальной идентичности после распада Советского Союза В общем-то такой сложный вопрос и ситуация непростая у нас в Крымстане я знаю что этот вопрос скоро у нас будет обсуждаться на Совете обороны у нас нет Совета безопасности как раньше было называется Совет обороны где коллегиальный этот вопрос будет обсуждаться под руководством президента мы там обсуждаем самые такие острые вопросы безопасности в Крымстане и вопрос готовиться назрел перезрел значит вот с распадом СССР значит местное все население это киргизы узбеки таджики дургани уйгуры татары это вот такого населения которое традиционно тяготен к исламу или у него такой бейкграунд мусульманский ну такого у нас в Крымстане наверное 75% 80% даже за 80% за 80% скорее всего 85% все это вот значит помочь им найти свою идентичность все эти 20 лет помогают наши братья по уме в мире то бишь турки все арабские страны все эти годы они дают разное вложение инвестиции это не инвестиции в экономику это инвестиции вот в сознание в религиозное сознание у нас в Крымстане 2000 школ 2200 школ и за все эти 20 лет а мы СССР закончили у нас было 40 мечетей сегодня 2000 мечетей вот они построили вот это наши это были инвестиции исламского мира в каждой почти может быть деревья теперь есть мечети это прямо вот была задача такая поставлена и это не только у нас это по всей центральной Азии то есть вот ума она сделала максимум возможного для того чтобы дать вот этот собор возможность всем мусульманам что было считается отказано советское время вот значит молиться исполнять свои такие религиозные функции то есть вот вот таким образом всякие медресе учебные заведения университеты ну что-то их там тоже насчитывается медресе что-то десяток у нас сейчас в Кыргызстане есть университет тоже то есть вот это все у нас есть уже теперь но если бы они все какой-то такой ислам мирный толерантный спокойный проводили то мы бы все успокоились бы сказали так же надо мы все такие безбожники выросли в советское время понимаете страна была секуляризированная это дало очень большой прогресс это эмансипацию женщин дало это людей освободило от многих таких ненужных абсолютно вещей негативов и прочее но в то же время мы оказали мы стали пледниками многих других вещей ну например тоже мусульмане много пили водку пили и так далее все думали вот теперь мы освободимся придет ислам значит все начнут молиться пять раз четыре раза в день и все и на этом расстанемся к сожалению это не помогает я должна вам констатировать что очень так сказать употребление водочными так сказать такой продукции остается высоким он может ходить мечеть молиться он и пьет поэтому люди конечно начинают говорить слушайте а что же не помогает значит ислам очень понимаете вот это деклассирование произошло очень много людей стали бедными очень много нужды стало вот это все оно заставило людей идти в религию религия она такая вещь которая набрасывается на слабое тело все вот понимаете если только ислам у нас слушайте и саентологи завелись но все так сказать виды самых нетрадиционных значит верований они приходят в это время когда тяжело трудно вот после 2010 года особенно на юге туда вот как раз саентологи даже пришли с пакетом социальной помощи то есть вот они вот бедному серому хотят помочь пожалуйста всегда готовы и так далее это уже людям конечно начинает очень много миссионеров но так много этих миссионеров становится особенно мы в Казахстане когда хотим демократическую страну сделать плюрализм говорим и так далее знаете в устоявшемся обществе нам это не страшно но в слабом государстве со слабыми государственными институтами это становится уже опасно и вредно наши службы безопасности вообще не справляются с этими задачами в исламе у нас есть не только вот у нас например мы суниты по своим значит по своему направлению в исламе кто живет в Центральной Азии но у нас стали распространять ваххабизм партия Хизбут-Тахрир разные другие направления там ахмадийцы масса всех этих направлений которые стали говорить о том что они хотят построить халифат в Центральной Азии в Крымстане в том числе нам это совершенно не нужно это противоречит нашим задачам это экстремистские направления Хизбут-Тахрир партия у нас запрещена их сажают в тюрьму они в тюрьме работают сильно там маски засоряют всем кто сидит радикоризируется масса которая там сидит тоже то есть у нас вот такой круговой оборот идет который довольно сложные черты приобретает на молодежь они насаживаются активно есть такое движение давать чек ходят из мечети в мечеть значит группами как бы распространяют ислам ну среди них есть вот такие радикальные крылья вот как я сказала служба безопасности плохо справляется со своими обязанностями поэтому у нас ситуация на этом фронте или на этом направлении считается неблагополучной мы все обеспокоены тем что мы видим тем какая ситуация вот эта свобода демократии в нашей стране позволила всем приехать к нам вы знаете что мы в Центральной Азии единственное государство у которого ну весь развитый мир страны о ОСД не надо визу получать в Пронстан пожалуйста все могут приехать ну мы всем остальным визу конечно ставим и это позволяет ну кому угодно с любыми задачами целями приезжать к нам вот такой у нас не такое сложное правило тоже по открытию этих сект и прочее прочее ну в общем наш либерализм он не помогает ситуации безопасности в Кыргызстане и мы считаем что вот общество в целом обеспокоено считает что здесь надо наводить порядок ну вы в Кыргызстане увидите только эти девушки которые ходят ну не в хиджабах а в платках это какие-то у нас много тоже опять вот эти мигранты которые уезжали работать там в Арабские Эмираты или в Турцию они много там могут жить 5, 6, 7, 10 лет но они уже приезжают потом назад с этими традициями и так далее хотя у нас в Кыргызстане никогда никто не носит никаких платков и женщин не заставляют там быть в каких-то в такой приниженной форме вот это все очень общество напрягает когда начинается дискуссия что на юге страны что надо там платок носить мы вообще все начинаем уже протестовать у нас довольно сильное вот это общество тоже женщин которые мусульманское такое у нас есть там общество женщин мусульманок они начинают значит качать права что могут носить платки в школах то есть понимаете вот какая-то французская такая ситуация в образовании образуется нас это очень всех беспокоит то есть понимаете это деньги далеко не турков мне кажется что турки тоже работают с арабскими деньгами это не только кажется так оно и есть во многом поэтому понимаете вот это распространение вот салафиты кого я не могла вспомнить то есть вот все распространение всех этих различных направлений ислама нашей стране очень сегодня такая задача которая это это слабое еще общество слабое государство это мы открыли все пути все дороги мы объявили о плюрализме о либерализме и вот тогда понимаете вот на наше слабое тело сегодня вот и вот очень интеллигенция озабочена они меня часто спрашивают говорят слушайте ну что это такое вот что мы к чему пришли зачем вот это все секулярное общество которое у нас в конституции записано и которое фактически есть мы все нормальные так сказать вот как и здесь монтаре так же вы приедете в Казахстан но видите живут люди но знаете когда секты так собираются у нас например христианские секты очень много джессика совсем не в твою сторону очень много корейцев миссионеров у нас в Казахстане понимаете прям они вот работают очень активно они все вот ну не знаю прям как солдаты все там собираются и значит очень таких комитет у них радио даже свое есть сегодня понимаете мы конечно начинаем напрягаться думаем слушайте сколько это может продолжаться как это куда это нас заведет то есть вот у вас есть например саентологи допустим но у вас сильное государство у вас есть устои какие-то и так далее у вас есть эти ваши как они там года три назад я приехала в Техасе там ваши эти многоженцы как это репаривали мормоны мормоны да например да ну ваше общество справляется с этим совсем понимаете как-то вы у нас понимаете мы пока вот мы не можем у нас нет ответов мы не опытное общество мы не можем ответить на все это было не было как это и так далее для нас мы были интровертное общество закрытое почти что однонациональное когда-то и когда все люди приезжают со всеми с разными такими вещами просто теряемся мы не знаем ну конечно общество выработало пути закрыть всех там куда-то за решетку но мы уже сегодня не можем это делать конституция не позволяет и так далее законы такие вот либеральные поэтому вот я вам скажу что это большая проблема и по вашему мнению какой-то решающая государство должен принять чтобы для увеличения ситуации должна его признаться я вот так в деталях эту проблему не знаю хотя у меня недавно господин Суинк который является главой международной организации миграции пригласил в свой консультативный совет который он сделал вы знаете я очень активно наступаю в проблеме диаспоры но хочу поскольку у нас в Крадастане много людей уезжает заграничную жить и работать и так далее я хочу их умы и сердца завязать на Крадастан знаете как многие страны это используют например NRI такое движение в Индии знаете Non-Residence of India это очень такое продуктивное сильное движение так и я и вот мы с послом с лигом общались не раз вот он меня включил я буду тоже изучать и знать эту тему надеюсь но безусловно когда мы говорим 700 тысяч людей с Крадастана уезжают за рубеж работать это не все те кто по своей воле поехал и живет и работает среди них есть немалый сегмент где идет торговля людьми безусловно и у нас это направление вот Турция и арабские страны это направление Казахстан и Россия тоже где думают что можно как рабов просто привести и держать и заставлять их работать ну говорят о работа есть там в Краснодаре например ну все значит где-то в селе собираются отдали паспорта 20 человек увезли туда в Краснодар а там какой-то оказался ну значит просто извините рабовладелец он забрал паспорта и этих людей заставляет работать год не платят денег и так далее это работорговля самая настоящая девушек секс-торговля просто это есть этот сегмент у нас есть наши консулы занимаются в Стамбуле или в Арабских Эмиратах тем что позволяют этих женщин назад каким она поехала быть нянькой работать там куда-то а оказывается в конечном счете ее привезли туда работать значит в борделе и так далее то есть это эта проблема есть мы как мы боремся идет много объяснений ну пытаются дойти до села пытаются дойти наша миграционная служба работать со всеми но знаете это такая вещь по-моему даже ну я уж не говорю из России из Украины и даже из стран Центрально-Восточной Европы я как-то в Неваду ездила значит там мы смотрели как работает золоторудное месторождение значит Ньюманд Барр как это называется другая компания забыла ну золоторудная тоже американская или канадская компания мы смотрели и по дороге вот в Неваде там есть бордели и мне вот рассказывали что там много девушек из стран Центрально-Восточной Европы ну казалось бы слушайте ну у них все там это странное и образованное и с опытом и все знают но до сих пор и оттуда могут не только из таких стран где вот у нас мы все-таки еще интровертные такие страны где еще много не было мобильности в наших странах ну то есть это по-моему проблемы человечества в разных частях света независимо от уровня развития страны я думаю что это только образование просвещение настоятельная работа с labor force вот мы являемся страной вот рабочую силу поставляем для всего мира и нам нужно просто объяснять объяснять надо работать в школе старший класс там надо объяснять мы это все понимаем но не хватает наших сил возможности дойти до всем чайу добрый день я сначала просто хотел выражать свою искреннюю благодарность за то что вы приехали сюда в гости к нам и чтобы с нами поговорить меня меня зовут чарли рюгер я здесь тоже учусь на экономическом факультете магистр делового администрирования я не знаю как это называется неважно ну и соответственно я бы хотел задать вопрос по экономике 15% ДВТ Киргизстана это экспорт большой долей экспорта являются природные ресурсы это золото уран сурма и если вам нет не изменяет уголь тоже я тоже знаю что вы уже помнули сегодня гидроэлектрические проекты но я все равно задам этот вопрос вы выражали какие-нибудь озабоченности насчет экономики значительных частей которые составляют по крайней мере в финансовом отношении неустойчивую модель экспорта с долгосрочной точки зрения и развиваются ли новые экономические модели и проекты которые можно поддерживать в будущем без такой врожденной угрозы и если да то какие самые перспективные твои спасибо я вам даже рассказать знаете вот с экономикой у нас вообще слабо в Казахстане вы же не понимаете если сформить с Казахстаном где идет успешная модернизация при такой большой доминанте тоже экспорта природных ресурсов они много вкладывают и в образование у них у них ребята учатся со школы уже по кембриджской системе потом по стипендиям в Балашах учатся в ваших Айвелик университетах потом они закончили приехали уже работают замминистрами руководителями крупных предприятий и так далее понимаете это люди которые уже все это видели знают слышали и так далее у нас к сожалению мы пока не выбрались у нас 30% страны еще в бедности живет понимаете у нас очень сложная такая непростая экономическая ситуация да мы готовы максимально что-то экспортировать понимаете было бы что экспортировать в будущем конечно у нас будет экспорт электроэнергии вот сейчас наконец пришло например в Пакистане более-менее какая-то стабильность так скажем на ваш шариф пришел который уже было это может не самый лучший так сказать образец это их правительство я не смею судить об этом но вот в отличие от предыдущих каких-то шатаний ну что-то вот опять зашевелилось там я знаю что и американское правительство как-то уже активизирует свою работу в сторону Пакистана когда еще Беназир Пхута там работала она приезжала к нам и она говорила о том что она хочет у нас получить электроэнергию регионы которые там близко к нам они абсолютно не имеют электроэнергии понимаете мы вот страна с очень низкими тарифами на электроэнергию мы говорим какие мы бедные какие мы несчастные но у нас вся страна имеет электричество у нас нету других у нас нету нефти у нас нету газа но у нас все люди на селе имеют электроплитку на которой готовят кушать у нас все обогреваются до сих пор у нас социализм остатки социализма у нас город Пешкек начиная от октября или ноября скажем так до мая обогревается вот это ну как красиво видели вот это теплоэлектроцентраль кругом это батареи понимаете независимо от того какая погода на улице это все обогревается горячая вода идет просто вот так вот как холодная вода понимаете мы не можем это все переделать на другую систему это требуется еще какие колоссальные деньги чтобы я вот горячую воду за нее платила допустим понимаете новые дома да они строятся уже с такой значит с тем что я сама оплачиваю там а старого жилья у нас очень много там не знаю сколько процентов 80 старого жилья поэтому понимаете у нас очень нерациональная экономика куда мы вбухиваем до сих пор очень много денег вот так вот на сей день приехала и сказала и это уже продолжение до него тоже уже началась линия они говорят мы готовы получать у вас сельскохозяйственную продукцию ой для нас это просто вы не представляете это такое вообще там откровение и такое приглашение дорогое потому что нас китай заваливал всей продукцией мы просто вот все уже не знаю того у нас ничего нету ни китайского происхождения все и одежда и утвари и все все то есть то есть китай нас просто промыл что называется да вот так вот и вдруг китай говорит пожалуйста как мы готовы вашу продукцию покупать особенно сельскохозяйство потому что у них конечно вот я врунче бываю я знаю что это очень большой город с большими потребностями вы знаете они уже сами китайцы там есть разный слой конечно они не могут кушать то что у них там делается уже потому что не знают что там ты чьё мясо кушаешь ты даже не знаешь там что-то поэтому например от нас они хотят получать экологически чистую продукцию молочную мясную и так далее мы сельскохозяйственная страна мы готовы туда поставлять мы до сих пор мы в Казахстан поставляем много мяса вы знаете мы канину едим да вот у нас деликатекс канина это вообще да понимаете чанли канина да это вызывает всегда разные чувства людей но казах когда по тому как кушать мясо только киргизы казахи мы соревнуемся с волками значит то есть у нас мы все любят мясо кушаем его много и значит казахи вообще они же богатые так вот они у нас канину только по праздникам по большим ну когда умер человек обязательно надо канину коня зарезать и так далее казахи сейчас они кушают и на завтрак и на обед как хлеб они кушают конечно они забирают нашу канину очень много и вот то есть у нас идет экспорт понимаете много цифров продукции уран не наш уран у нас мы перерабатываем из казахстана привозим у нас хорошие карабалтинские перерабатывающие заводы потом мы куда-то посылаем золото конечно знаете вот этот культур сейчас у нас самая главная проблема вот эта золотодобывающая компания 700 тонн это значит депозит это один из крупнейших в мире депозитов уже 200 тонн добыли нету сейчас 500 тонн еще осталось и вот у нас есть другие золото значит добывающие то есть мы будем золото в будущем увеличивать наверняка мы 20 тонн золота добываем в год наверняка будет рост золотодобычи мы готовы очень много поставлять еще готовы и хотим поставлять мы наверное будем еще долго сырьевой страной придумывать какие-то схемы что-то мы не можем пока например у вас есть компания Майкрософт например это вы что-то это делаете у нас тоже есть своя компания Майкрософт это женщины необразованные которые 10 детей рожают я всегда это сравниваю говорю что Билл Гейтсу надо делать эргономику создавать условия для его рабочих у меня женщины далеко в селах живут и работают они делают фелт товар фелтмейкин да вот это ну знаете они делают такой красивый ковер из этого из войлока он стоит тоже например 500 долларов ну так же как компьютер стоит понимаете например очень красиво пользуются спросом они делают поменьше коврики ну 100 долларов ну как мышка вот знаете это Майкрософта и она при этом не требует никакого здания она при этом в общем-то ничего не требует она делает это женщина у нас много таких вот те кто занимается у нас народные умельцы ну слава богу сейчас известный этот товар уже такой бренд киргизский фэнд значит я считаю что мы как-то значит здесь тоже это конечно это такая маленькая доля в экспорте и так далее туризм мы развиваем ну это тоже вот мы на месте это не экспортная продукция но мы хотим в общем объеме развития нашей экономики страны туризм он имеет большие перспективы я думаю что все западные туристы приезжают в Узбекистан в нашей части света я думаю что вы все в этой аудитории хорошо представляете вот в Узбекистане Самарканд Хиева там Бухара это конечно там очень много западных туристов потом я знаю точно что много туристов в Кашгаре в Урумчи и так далее мы вот такой азис пустой вот Киргизстан но к нам приезжает чтобы природой насладиться вот я вижу все-таки есть трафик шелков пути через нас идет то есть мы хотим это развивать и так перспективы сельском хозяйстве большие если мы Китай будем обеспечивать дай бог Казахстан мы все-таки обеспечиваем таможенный союз кстати конечно перспективы ближайшие нерадужные например Казахстане они все плачут в Казахстане всю молочную продукцию забила белорусская сегодня продукция и российская она вкуснее она дешевле и так далее казахстанские производители промокли гриб понимаете если мы тоже вот так в таможенный союз зайдем нам очень трудно будет конкурировать с российской молочной продукцией и так далее значит в промышленности я думаю что нам ну просто можно мечты всякие рисовать но нам долго идти до выпуска конечной продукции чего-то например то есть мы будем сырье еще долго продавать сырье и дай бог чтобы мы его разработали и было еще много металлов которые мы могли бы продавать мы шьем знаете вот как это бедность она заставляет человек искать какие-то пути возможности у нас человек 200 тысяч занято в швейной промышленности мы выпускаем одежду и вот вы знаете вот одежда пользуется спросом в России вот такая одежда даже не китайская именно в Крымстане пошитая одежда дети школьная форма рабочая форма платья юбки для женщин вот все пользуется спросом что у нас сделано мы покупаем ткани в Турции в Корее в Китае и шьем очень много и я думаю что это такой серьезный сегмент тоже в нашей промышленности и мы в общем начинаем так амбиции иметь конкурировать по каким-то вот в Казахстане нету такой швейной промышленности как у нас то есть вот вот такие сегменты спасибо извините ваш вопрос будет завтра первым хорошо и те кто не успеет спасибо большое Родина давайте пошли в Киргизию не важно потому что уже сейчас я боюсь что придут другие студенты и что-то тратить я постараюсь покороче пожалуйста меня зовут Дудовик и я тоже учусь на Тер-Пар весной в этом году я был в Киргизии в Петчкеке Каракол Я путешествовал там и я очень тоже я переносил в Юрте вот открытый небо и я очень был ваш экотуризм и кухню тоже ну вашему если бы я читал одного киргизского писателя кого я должен писать и какую книгу ну классический ответ Айтматова слушайте читайте Айтматова это ну понимаете это такая репутация очень высокая и у меня даже не вставляется никаких сомнений что Айтматов у нас есть много своих писателей киргизского разлива так скажем которые весьма значит почитаем нашим народом и это может быть Аны Тухомбаев Тувырбасит Пеков ну вот я не думаю они есть на русском языке безусловно но Айтматов наверное это он писал на русском или на киргизском он писал и на киргизском и на русском но преимущество на русском какой роман ну вот слушайте у него такая классика значит его произведение Джамиля Ромэн Ролан назвал самый лучший любовь в мире который он написал первый учитель ранее журавли и дольше века длится день если вы одолеете это серьезный роман и дольше века длится день это ну в общем-то знаете можно отмотать с Маркесом вполне на этот уровень сравните они были знакомы тоже Габриэль Маркеса и вот я думаю что это такая классика уже мировая успехов вам чтения спасибо спасибо